всем привет ребят наконец-то дошли руки до гранулятора потому что я вам говорил сразу как мне только его привезли я в первом же ролике сказал что работать на нем я не буду на нем будет работать наемный человек этого я нашел это взрослый мужчина 60 лет мой знакомый хороший специалиста по гранулировали так чтобы искать прям человека который будет гранулировать который гранулировал тут так не найдешь нужно будет его обучать кто будет обучать я понятия не имею прочитал инструкцию я прочитал он в общем сама процедура работы с гранулятором не очень сложная главное правильно притереть матрицу чтобы ее не побить и чтобы не побить ролики инструкцию я перечитал дважды то есть сейчас я вам расскажу сходу что зачем нужно делать и смеси у меня есть готовые которые мне прислали в комплекте с гранулятором гранулятор это техномашстрой ссылку на к на сайт я вам оставлю и ссылку на канал на котором вы можете посмотреть работу той или иной технику этой техники этого производства в общем все будет в описании под роликом и в закрепленном комментарии потому что в описании часто они все ссылки и срабатывают поехала чтобы можно было работать тут вот эти болты чуть-чуть с внутренним шестигранными как сказать правильно я не знаю как это правильно назвать но в общем вот такие здесь болты сразу покупая гранулятор но я думаю видно вот такие сразу нужно вот такие шестигранные ключи только что поехал ключи купил купил ведра тазов здесь не нашел купил вот именно ведра потому что чтобы приготовить 100 килограмм комбикорма нужно достаточно много ингредиентов в небольшом количестве сегодня по возможности закажу весы я думаю что на днях они придут по идее мы должны сегодня его притереть буду я работать и будет работать но этот дядя серёжа который будет на нем работать мы говорили что он будет на нем работать регулярно по мере надобности это не то что гранулятор будет работать без перестанку и сейчас мы просто занимаемся изучением данного экземпляра сейчас я принесу отверстики сейчас хочу прикрутить вот эту штуку ну с которой будет выходить которая была а верхний вот этот вот этот бак который зак засыпать потом нужно будет готовой смесь пока не буду прикручивать потому что чтобы притереть матрицу готового подготовленного вот этого вот этой смеси дробленого зерна с песком из подсолнечным маслом должно здесь находиться примерно на треть ролика то есть нужно будет потихоньку перед досыпать это достаточно мощный гранулятор который производит до 300 килограмм корма в час я сразу взял такой большой потому что я не знаю как все будет проходить дальнейшем понимаете или я буду заниматься с виноводством таких хороших масштабах когда я буду держать на откорме достаточно много свиней или возможно я буду готовить гранулу на продажу это тоже будем смотреть как пойдет поэтому сразу когда договаривался с поставщиком то есть евгением кстати номер его я тоже вам оставлю в описании если что звоните прям напрямую к нему он с вами ну то есть он с вами обговорит любой ваш вопрос ну вот такие вот дела сама конструкция гранулятора достаточно простая очень мне нравится что она продается сразу ну то есть состав ну вот со станина или как ее правильно назвать внутри находится двигатель двигатель с ремнями передают на шкивы и вот именно шкивы здесь редуктора нету так как я говорил в прошлом ролике что наверно там стоит редуктор его там нет здесь вот шкивы я думаю их каждый видит потому что они вот немножко немножко выходят за уровень самого гранулятора потому что они достаточно большие ну вот вот это шкивы на которых ремень которые приводят в движение матрицу здесь фиксированные ролики то есть ролики зафиксированы а матрица крутится по кругу и таким образом делает гранулу ну я уже показывал вот эти две штуки здесь полтора миллиметра толщина это так тот зазор который должен быть между роликами и матрица и в общем сейчас мы будем этим заниматься вот купил ведра какие здесь есть купил вот такие два пластиковых два два эмалированных и одно вот такое 20 литровая нет 15 литровая на строительное на данный момент мне хватит нужно еще купить пару тазом и нужно перетянуть сюда ой чтобы вас не уронить секундочку ребят нужно сюда перетянуть дробилку которая находится там где содержались свиньи раньше когда здесь занимался тесть и нужно перетянуть сюда бетономешалку а в дальнейшем все-таки хочу себе смеситель помещение здесь достаточно большое можно будет зерно держать не вот так россыпью а складывать или в биг-беги или даже в мешки просто и тогда будет ну то есть использование этого помещения более полной мере потому что сейчас зерно рассыпано оно высотой в метр примерно а занимает весь станок весь загончик ну все ребятки вы знаете что я люблю поговорить но нужно прикрутить вот эту штучку гранулоприемник я не знаю как это правильно назвать но вот так дядь серёжа пошел сейчас возьмет торцовый ключ на 32 который вот тут внутри который держит саму матрицу и ну будем начинать будем пробовать и еще вот ездил по ключи ведра купил ключи купил а не купил сверла то есть нужны сверла нужен шуруповер потому что при придирке матрицы она может забиваться и она забивается настолько плотно что нужно эти отверстия высверливать у нас есть свердить сверлильный станок при кону то есть который будет четко вертикально сверлить и каждое отверстие поэтому я думаю что матрицу я не нарушил я посмотрю как будет выглядеть трех миллиметровая гранула и если что в дальнейшем для откорма можно будет заказать 5 миллиметровую немножко побольше нашли ключ вот и пришел дядь серёжа это тот человек который будет заниматься на этом станке щас я хочу прикрутить вот эту штуку ой а не надо а пока разговаривал выкрутил и полностью а не надо надо можно что-то ровно упал да просто упал тут не отверстие ну сейчас на секунду секундочку эй так сейчас так что вот такие дела надеюсь что в ближайшее время я перейду кормление свинюшек на гранулу гранула нравится мне тем что на самом деле она очень твердая на рот она очень плотная и свинюшки съедают мало и при этом наедают потому что она разбухает внутри на самом деле потому что некоторые свиньи едят очень плохо а если они съедят немножко дробленки это будет немножко если они съедят немножко грамм это они найдятся немножко получше правда вот это очень очень интересное мое наблюдение все с двух сторон выкрутить а вторую потом закрутить как четенько вырезано все прям как четко подошло я вам сейчас покажу мне как как эти люди перфекционисты называются которым нужно чтобы все было четенько сейчас секунду затянул мне надо было затягивать сейчас секундочку вот так сейчас откручу ролики посмотрю затянуто ли матрица чтобы что все было четко здесь хранится пшеница и ячмей и кукуруза хранится немножко в другом складе это то что я себе ну то есть мы себе оставляем каждый год на именно на кормление животных которых мы держим уже не первый год вот здесь вот здесь находится нож вот там внутри который обрезает гранулу от матрицы она просто контролируется высота просто вот кручением вот этого болта то есть он совершенно не зафиксирован крепко можно конечно потом тут снизу его затянуть на той высоте которая тебе нужна а там изнутри если хорошо присмотреться и включить фонарик ее и ну ту штуку видно она движется вот так туда сюда то есть и вы таким образом контролируете высоту ну то есть длину срезания самой гранулы она может быть любая там по инструкции написано какую вы можете делать гранулу при той или иной матрице ну штука вещь очень очень хорошая мне нравится этот болт фиксирует нажатие роликов на матрицу это тоже тут это все в инструкции написано это самое простое на самом деле первое что что мне страшно делать это запускать саму сам грануля то потому что этого первого первого запуска я больше всего и боюсь то есть вот так выкручиваете этот болт 1 2 хотя его можно не выкручивать это я выкрутил зря на самом деле в откручиваете вот эти и просто убираете все да это я так открутил непонятно зачем не слушайте меня так не делать вот это пусть закручено будет а вот это откручиваете и достаете ролик из потом откручивать сейчас секундочку 1 2 3 а вы куда ходили куда ходили на как то есть вызывал что все это да ладно обсудили этот момент сейчас я хочу открутить посмотреть как оно там и нужны обычные вот ключи рожковые вот этот нужно будет затянуть болт да вот этот опустите за да 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 так вот это сейчас не то не надо его не надо выкручивать он не за что держит он только давит на на ролик то есть этот болт просто давит ролик на ту высоту на который вам надо вот так контролирует да вот там вроде бы 12 на 17 вроде да ну да вроде да найдете но это хорошо вот сейчас вот раз два теперь можно достать ролик вот так вот вот этот болт его сейчас на 32 нужно купить новые рожковые то есть торцовые ключи так он не и проверять ну на то как затянуто можно открутить вот эта шайба снимается и под шайбой под шайбой есть входы которые которые если забивается сам этот в который можно вкрутить вот эту штуку я не знаю как это правильно называется но действие ее достаточно понятное вот так ставите ее посредине вкручиваете вот эти два болта с боков затягиваете вот так они затягиваются в матрицу саму и вот этим средним болтом просто выкручиваете как бы выдавливаете матрицу наверх и все вот та технология сама технология всего очень простая нашли 12 на 19 специалисты для какие ну вот так ребят в общем и все мне подключили я вызывал электрика он мне подключил вот такую ну то есть гуляющую резетку по-другому ее не назовешь вот смотрите и просто сейчас все включается на рубильнике это неправильно ну потому что это автомат понимаете это автомат автомат должен защищать от изменения напряжения от перенагрую перегрузки то есть от всего этого поэтому нужно будет мы с электриком поговорили и он мне сделает ну то есть обычный включатель такой с двух кнопок я думаю вы знаете красная и черная которая будет запускать гранулятор то есть не нужно будет вот здесь выключать здесь будет постоянно включена если будет перегруз то будут срабатывать автоматы и это все будет вырубаться и так будет правильно ну вот так ребят вообще еще раз хочу сказать что штука очень нужная для меня если вы ну то есть посмотрите как я буду работать и вам это понравится вы на сайте вот техномашстрой можете выбрать себе такой же можешь мощнее и можно взять слабее то есть вы сами уже смотрите на объем гранулы который вам нужен это достаточно недорого то есть если посчитать затраты на корм ну то есть на ингредиенты 100 килограмм и посчитать 100 килограмм гранулы то есть у вас гранулятор окупится ну как минимум через тонну корма я вас вы ну ладно не тонну две тонны то есть вы произведете две тонны гранулы и вас гранулятор окупится потому что разница между ингредиентами и разница между ценой гранулы но она достаточно большая я вас уверяю я не буду вам разговаривать сейчас говорить в цеха в цифрах потому что в каждой области или стране цены на корма разные но при этом разница цены на зерно и разница цены на гранулу она вот такая прям большая так что вот так да вот такие рассказы вам сегодня от меня в общем мы сейчас приготовимся начнем притирку и я вам еще засниму притирку гранулы я да то есть притирку гранул притирку матрицы она должна блестеть ролики должны блестеть никаких вот этих шероховатости и скосов скусов ничего не должно остаться и только тогда мы начнем работать главное ну то есть главное преимущество гранулы перед обычным кормом это то что во время гранулирования корм проходит термическую обработку то есть ролики и матрица разогревается и корм проходит и он выходит оттуда горячие то есть все болезнетворные бактерии вот грибковые всякие они все просто сгорают при приготовлении гранулы поэтому гранулированный корм намного безопаснее обычного покупая корм вы не знаете как он хранился где он хранился и вы не не можете быть уверены в продавцей потому что продавцу сто процентов нужно продать и даже если он у них где-то подмог где-то лежал во влажном помещении и он мог подпред или еще что-то и это это очень страшно для маленьких например поросят или тех же бройлеровать или тех же гусят они поносят вы не знаете почему вы выдумаете себе какие-нибудь болезни для этих животных а на самом деле это просто некачественный плесневелый корм а при гранулировании вы будете полностью спокойно потому что гранулы вы сделаете сами а каждый человек доверяет больше всего самому себе так что это очень хорошая штука я надеюсь что с этой штукой у меня а свиноводство и птицеводство выйдет на новый уровень я надеюсь и я уверен что так и будет потому что главное стремится так что в общем ребят будем работать будем учиться буду учиться я буду учиться мой рабочий ну и будем смотреть как это все будет происходить всем большое всем большое спасибо что вы слушали спасибо большое если вы дослушали этот ролик до конца потому что он очень важный у меня на канале это не тюси-пуси на самом деле это очень такая полезный ролик который может пригодиться даже небольшим ну фермерам которые держат там пять семь голов на откорме потому что 7 голов это три с половиной тонны как минимум корма в год а я вам сказал что гранулятор вас окупится небольшой гранулятор окупится за двух тонн так что судите сами решайте сами покупательный покупать я думаю что вещь стоящая вот так в общем сейчас будем мы приловчаться что-нибудь учиться и будем я вам обязательно это тоже все засниму всем большое спасибо за просмотр и всем пока пока